Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по игре в роли. Трэээк! А мне семечек! А мне! Ребят, как меня довела уже до белого коленя. Вот эта зима... Учая! Скоро я уеду туда, где нет вот этой падлы. Вот этого снега, как он мне уже надоел. А сейчас, ребятки, я перемещаюсь в Сочи. Ой, как красиво! Обалденно! Я в Сочи, ребятки, а это означает, что подоспел сочный выпуск, где я буду находить находки в помоечках. Но уже не в Питере, а в Сочи. Мне здесь очень нравится, здесь тепло, приятно, хорошо. И помоечка меня уже радует. Нашел целую сумку находок и прикупил себе электротранспорт для того, чтобы расхищать сочинские кормилицы. Обязательно, ребятушки, прожимайте лукасы, потому что это заслуженный контент, который вы заслужили. Ну и кто живет в Сочи, ребят, увидимся на помоечках. Ребят, я на первой помоечке в городе Сочи. И давайте их осмотрим. Тут их, походу, недавно вывезли. Кто-то ел Принглс. Так, так. Пусто, пусто. О, еще чуть свежачка. Поглядим. Полотенце. Я сейчас им скутер протру свой. Ну, тоже, блин, приятно. Хоть что-то нашел. Первая помоечка в Сочи подарила мне полотенце. Оно, кстати, влажное. И им я протру свой этот самокат. Теперь он стал чистее и как будто новый. Ей бумба. Помоечка радует не всегда у ребятки. Ну, а как насчет того, чтобы сыграть War Thunder? War Thunder – крайне динамичный, захватывающий онлайн-экшен, в котором миллионы игроков со всего мира сражаются на земле, на воде и в воздухе. В War Thunder уже представлено более 2000 единиц боевой техники разных наций со свежим обновлением «Крылатые львы». К их числу примкнула армия Израиля, вроде танка М-51 или двухместного реактивного истребителя-бомбардировщика F-4E Phantom 2. И, конечно же, с каждым обновлением разработчики не только расширяют количество танков, самолетов, вертолетов и кораблей, но и дорабатывают уже имеющиеся механики. К примеру, как вам возможность вылететь на самолете прямо со своего корабля или шанса нанести ядерный удар по позициям противника. После недавнего глобального обновления в War Thunder были переработаны многие визуальные эффекты. Подобный финал раунда будет еще более зрелищным, ведь на поведение огня, дыма и пыли теперь даже влияет погода. Открывайте и прокачивайте технику разных эпох, от Второй мировой войны и до современности. Скачать War Thunder вы можете совершенно бесплатно по ссылке в описании и получить бонусы для легких побед в начале игры. Ой, какая уютненькая кормилица. Ля, она меня заинтересовала. О, остатки мыльных пузыриков. Ох, балдеж, ребятки. Ого, у кого-то днюха была. Нихера себе! Мыльная рыльная, ребят. Акс, вхат, кожа, печеньки, дезодорант. Я, кстати, как раз в Сочи дезик себе не брал. У меня уже подмышки заманялись, а тут помоечка дарит свежесть. Эшкере! Эшкере! Гучи гейн! Гучи гейн, бро! Короче, Фейс с вами в Сочи. Приходится по помоечкам лазить, ребята, да. Ну, сейчас, значит, мы рэп найдем. Запишем рэп, я думаю, под эту консерву, под тунец. Тунец полосатый филе натуральный. О, до 22-го года срок годности, обалдеть. Это настоящий гучи гейнг. Это хороший. Хороший гучи гейнг. Че, не любишь рыбу? Не люблю. Ребят, Фейс рыбу не любит, если че. Капоулс из озона это. Увлажняющая сыворотка. Для всех типов волос. Надо для волос? Ну, у тебя да. Давай сюда все брать. Тунец я тоже не хочу. Я не люблю рыбу. Но я оставлю. Кстати, тут же очень много котов живет. Они же тут вообще обитают. Я сейчас для котиков открою. А вот тут кто-то тоже собачек или котиков кормил. Вон, кости какие мясовидные. И вот у них еще тут тунец теперь будет. Ох, презервативы. Нормальная тема. Целая пачка. Запечатанный, ребят. Обалдеть. Мне нравится в Сочи уже. Я в шоке. На ровном месте просто гандоны. Обалденно. И рыбка для котиков. Эй, бле. Все, я весь в рыбе. Фейс. Запечатанный почти. Прикинь, целая пачка. Это теперь Марьяну Робусь пропердоливать. Черника сублимированная. Полезный греческий, гречешный чай. Нихера. Да тут вынос он. Тампончики женские. Вот это тема. Было бы некуда их вставить. Протеин, прикинь. Протеиновая смесь для приготовления блинов. Хаваешь протеин? На массу, чтобы было. На мускулу. А это чего? Арахис. Классическая арахисовая паста, ребят. Ну это я люблю вообще. Но ее там немножко. Так, а это чего? О, арка. Крем после бритья. Но я не пользуюсь кремами вот этими. Мне не надо. А вот и десик еще один. Old Spice. Я возьму. Балдеж. Вот это мне не надо. Здесь я чувствую, буду много потеть. А это что? Антисептичек. Вот это сейчас надо. Гель для рук. Тоже антисептик, ребят. Я как раз до этого на прошлой помойке в говно влез. Я как раз сейчас руки продезинфицирую. Ну, ребят, балдеж. Это, блин, первые мои топовые находки в Сочи. Это круто, блин. Радует, что Фейс со мной. А значит, если рядом Фейс, скоро я найду рэп. Че, ребят, как вам тачки в городе Сочи? Чисто спорткары на улице стоят. И рядом пальмы еще стоят. Обалдеть. Тупо два Поршика. А это, наверное, вот чувак живет на Первомайской 7. У меня свой спорткар электрический топовый. О, кормилица. Интересно, интересно. Находите вы тут технику иногда? Не? Еду ищите? Нет. Одежду? Одежда бывает, Никита. Так, технику, что редко. Ну, редко можно что-то найти, да? Блин, то она, это получается, как-то залазит. Не, ну, если что-то увижу, то полезу. Тут откатные ворота. Свежачок. Вот тут какие-то документы. Книга учета. Журнал посещений. Первомайская. Дом 11. Блин, ну это конденфицициальная информация. Не буду показывать. Короче, ребят, чтобы вы понимали, вот в этих домах одни из самых дорогих квартир в Сочи. И вот там уже море. А я ищу помоечки. Я хочу посмотреть, что богачи выкидывают. Да, виды тут, конечно, завораживают. Я вам позже покажу их. Но помоечек что-то я не наблюдаю. О, впереди кормилица. Мчу на всех парах в сочинскую, мажористую кормилицу. Ммм, пузатенькая, я думаю. Интересная. О, коробка от телека. А вдруг там телевизор? Ну, телека нет. Вот тут все. О, ни хера себе. Ребятки пирожные. Помоечка Сочи мне дает сразу такой сладкий перекус. Сейчас буду пробовать. Нифига, тут еще Наполеон. Ребят, огромный Наполеон Бонапарт. И плесени нет. Походу он хорошенький. Отложу. Уже две коробки сладенького нашел. Пустенько. Блин, жалко, что баки вывезли. Ммм, ну пахнет сладким. Он почти слегка подсох, видимо. Что выкинули-то, блин? Вроде нормальный. Ну, клемм подзасох. А что по сроку годности? А вот. Срок годности семь суток. Изготовлено 29 декабря. Просрочено, блин. Ну, тогда бомжам оставлю. Помереть не охота или обосраться. А тут уже конкуренты побывали, я смотрю. Тут помойку охраняют. Ладно, поехали. Нифига, мустанг. Прям возле помойки стоит. Вот выкинули бы такой на кормилицу. Вот это я порадовался. Та бабка с собакой, блин. Собака и помойку охраняет, и бабку. Оу, ес, кормилица, сюда. Поглядим. Нифига. Что за птица? Сова? Опа. Нормально. Опять похавать. Макароны. Конфетка в чем-то выпачкалась. А это что? В чем-то жемчужная пудра какая-то. О, и зонтики. Целые зонтики? Ну да, целый. А второй? Один я, наверное, себе возьму. Этот ржавый. А вот этот с плеточками можно взять себе, потому что у меня нет зонта. Помоечка дарит защиту от воды, от дождя. Галяк. Ну, зонтику я тоже рад, в принципе. Классно. Обалденно. Ты живой? Все нормально? Блин, сорян, это я затормозил резко. Ребят, так не надо делать. Не надо за самокатом ехать. Но это зато классные кадры. Ребят, я вам вот что хотел показать. Посмотрите на виды. Вот там вдали горы, здесь такая низина, домики стоят. Как красиво, блин. А мы сейчас поедем, короче, туда, вот там искать находки в кормилицах. Вообще, в принципе, кормилицы искать. Непонятно, где они. Оу. Нифига себе. Маринованная капуста. Интересно, интересно. Одену-ка я лучше перчатки. Фу, говном воняет. Мухобойка это или чего? Не, она какая-то очень жесткая. Это, наверное, вылавливать эти пелемени. Ребятки, ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь на мой канал. Вообще, снежок чуть-чуть лежит. И кормилица. Не, она не пустая. Мне есть чем поживиться, я думаю. Ну, вот сумочка. Что за бренд? Лиза Марка. Бренд. Козе. Опа. Одежда. А, нет. Такое полотенце. А, вот сюда в Новый год подарки ложили. Но это сейчас не купят. Оу. А где блендер? От него тут насадки. Вообще, как новые вот эти вот. А блендера не вижу. Опа. Что-то тут есть. Техника какая-то. Бабушка какая-то узелок связала. И для меня выкинула. Оу. Кошелек. Что это? Фейс. О, фотка. Конверты старые. Какой год? 88-й год. Бабушкины корочки. Профсоюзный билет. Обалдеть. Взносы, уплаты. Свидетельство парашютиста. Нифига себе. Военный билет. Офигеть. Реально. Настоящие документы советские старые. Смотри. Отдел актов. КВД СССР. Ага. Это отдел актов граждан. Свидетельство о рождении. Обалдеть, ребят. Свидетельство о рождении такое старое. Охренеть, какие они раньше были. Еще фотки. Это там паспорт. Кто-то уже фоткался. Еще одна фотка. Прям вообще капец. Непроявленная фотка старая. А это что? Сочи, 88-й год. Открытка. Слава советским вооруженным. Ага. Прикольные находочки. Ну что-то можно взять. О, нифига. Кто-то рисовал же ее. Дорогие мои мама, папа. Светланка и Альнушка. Поздравляю вас с новым. 1990-м годом. Охренеть. Что-то реально рисовал. И неплохо рисовал. Военные билеты. Свидетельство. Свидетельство Министерства Транспортного Строительства. Вроде бы. Какое-то свидетельство с корочкой такой. 1962-й год. Обалдеть. Ну это все на барахолочку надо брать. Здрасте. А там какие-то эти насадки для... Насадки для блендера здесь. Оу май. Так, а тут чего? О, обувь кожаная. Эко. Нихера себе. Вот это тема. Вот это уже дорого стоит. 45-й размер. Целые вообще. Внутри целые. Ты видишь в них косяки фейс? Тема. Их за полторашку можно на авито толкнуть том же. Нормальное в принципе состояние. Вот тут только косячок есть. Ну они прошитые, блин. А? Майнкрафт? Или что это? Не, ребят. Нормально в принципе. Уже помоечка радует. Такие в магазине. 1012, если не больше стоят, ребят. Кожаные эко ботиночки. О, шоколадный этот. Дед Мороз. Ну головы уже нет. Минус голова. О, ребятки, ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь на мой канал. Опа. Кормилица полная. Я по звуку подумал, что крокодил падла едет. Смотри, молочечку выкидывают. Молочко производство по ГОСТу. До 27 декабря. Но это просрок уже. Молоко лучше просроченное, конечно, не пить. Простираешься от него знатно. Рыбка красная. Смотри, какой кусок рыбы. О, смотри, коврик какой милый. Нога застряла. Фейс, аккуратнее. Вот вы точно не знали, что Фейс такой, блин, неуклюжий. Он уже упал один раз. Сейчас чуть не застрял. Ой. Блин, ну почему телек не выкинут-то в коробке? Я хочу телек найти. О, так это вынос хат. И сюда. Вот это первые находки Фейса. Шлепки. Проводок. Медный. Шлепки. Но это с рынка. И тут шлепки. Так, дальше. Я там, кажется, увидел сетевой фильтр. О, нет. Это эта лампа с аккумулятором внутри. Светозавр. Светозавр. Скороходные лапти. За 2500 покупали. Что за бренд, непонятно. С рынка, походу. Но если это Pierre Cardin, то мы, конечно, это возьмем. Windsor бренд. Нет, неинтересно. Ну, лампа, ребята, автономная. Прикольная тема. То есть, если выключится свет, она все равно будет работать, потому что у нее внутри аккумулятор стоит. Но она что-то не работает. Возможно, нужно зарядить. О, какая кормилица. Она еще вся забита. Надо всю осмотреть. Какой-то пульт выкинули. Скакалку. Кто-то из квартиры делал вынос из хаты. Что-то ценное не выкинули тут, походу. А здесь пусто. Пупс какой. Одноглазый. Глядит на меня. О, нифига себе. Это прикольная штука. Я первый раз такое нахожу. Давно хотел такое найти. Это там камушки. Они, короче, друг об друга стучат. Прикольная хрень, ребят. Поняли, что это такое? Она вот так вот стукается друг об друга. Эту тему заберу. Тут надо только эту леску распутать и все. И, по идее, оно должно заработать. Подъехал к кормилице. Даже не знаю, что тут может будет. А может и не будет. Надеюсь, тут чего-то будет. Тут вообще какие-то напилки, кстати, деревом пахнут. О, голубек. Ты что там ел? Нихера себе. Ребят, какой-то набор. Здрасте. А я снимаю это. Ну, показываю, что можно найти в мусорках, помойках. Набор нашел. Ложки. Охренеть. Два рубля тридцать копеек. Целый набор, ребят, вот так в коробке. Вот это прикольно. Такое я ни разу, кстати, не находил. Да тут какой-то... Блин, я думал, думал это телефон. Вам же в это кусочек семги нашел. Кусочек семги, а я вот смотрите, что нашел. Все-то интересное. Ложки, вилки. На барахолке можно продать. Бритва тоже какая-то. Я вот технику собираю. Да, друг мой, стабили, что там? Я с людьми, что из говна делаю свеки. Знаешь, что делают? Чего? Какие вещи собирают из мусора. Ага. Кому-то не надо, выкидывают. А вот кому-то надо. Мне надо. Фен советский. Что же? Это фене сколько лет? Лет 30-40. Да, до хрена прям. В чехле их продавали с документами. Обалдеть. Какой-то гребешок советский алюминиевый. Шапка, вещи, тут перчатки. Кстати, топовые. Мне сейчас как раз пригодятся. Нифига себе. Обалдеть. Давайте. У меня канал на ютубе есть. Для ютуба. Я вот не зря, походу, сумку с собой взял. Что там другого? Нифига себе. Сейчас люди рот и жопу продают. Не стыдно. А что делаешь-то? Главное, что... Кому-то не нужен, а тебе нужен. Ну, главное, что не ворую, а бесплатно беру. Да, люди рот и жопу продают. Не стыдно. А что ты делаешь-то? Нифига себе. Главное, что не воруешь. И никому это не подавляет. Да. Так. Вот такая находка. А может это и даже иногда бывает, что... Серебро, да. Но это нет. Это тут пробов было бы. Но это мы лет 50. Угу. Вообще капец, круто. Не ожидал. Перчаточки хорошие, как новые. Шапку даже эту можно тоже продать. Вот бритва, хрен. Отмыть? Может и рабочие. Фен советский. Вообще новый нож. Нормально. Вон, запонка какая-то. Бижутерия. Вот это, блин, это что же? Это обалденная тема. Какая-то бабушка, наверное, выкинула. Мне тоже интересно, что там внутри есть. Вам надо на мой канал подписаться. Это как? А что за канал? На ютубе. Штребух называется. Можете сейчас в телефоне найти его. Часики какие. Ну, это бижутерия, но очень интересные они. Если вот этот возьму, обидишься, брат? Не, возьмите это давление мерить. О, охренеть, генеральские часы. Советские. Генеральские вообще. Охренеть. Генеральские, ребят. Альбомы. Он почти чистый так-то вот. Да это не купят. О, кто-то рисовал неплохо. Где-то я портрет увидел. О, какие рисунки. Айболит. Это вообще 18-й год журнал. Тут аж бабушка какая-то это все собирала, копила зачем-то. Я один раз вот в такой открытке деньги нашел. Кому-то подарили в открытке деньги. И я офигел, раскрываю, там 15 тысяч рублей было. Ну вот это можно забрать. А, это же вот для бритвы этой чехол. Скатерть какая-то. Кстати, а мне нужна. Или это штора, я не пойму. А не, скатерть пойдет. Мы сейчас приехали, там стол есть, но он без скатерти. Как раз на стол постелю. О, наверное есть там что-то тяжелое. А, старый фен в комплекте. Еще советский. Даже я не знаю, коллекционируют такое или нет. Но это как коллекционная уже тема. Диана Компакт Про. Здорово. Нифига, как ты меня нашел. Зеркало какое-то. Тоже старое. О, зонтик. Тоже советский. Капец, да тут все советское. Что за бренд такой. Тоже зеркальце бабушкина. Кожаная сумка походу. Ой, она разорвана. Я бы ее не стал брать. Ребят, у меня азарт проснулся. О, целый пакет скатерти всяких. Кассеты. За глаза твои карии. Звезды эстрады о любви. Не знаю, блин. Можно взять блокбастер Кавказ 2005. Ну, скатерти тоже, блин, целенькие. А это что? Это же для подушки. Тоже можно взять. Целую сумку уже набрал всего. Даже вот. Это же коврики для стульев получается. Четыре, пять штук. Пять вот таких ковриков. Блин, классные коврики. О, это нарды. Карманные нарды. Опа. Иглы от швейной машинки. Какой-то значок выпал. Заколка. Какая-то бижутерия. О, запонка. Не, бижутерия. Но это вот от советской какой-то бритвы. Электробритвы. А бритвы я не нашел. Может сейчас найду. Тут уже до меня кто-то порылся и все разбросал. Все вот повываливалось такое тяжелое. Насадок этих много. Для бритвы. Может забрать их. Может они что-то стоят. Смотрите сколько, ребят, насадок этих. Камел какой-то. Фирма Камел написана там. Хрен. Вроде по-английски. Вот еще кассета. Кабриолет, 2006 год. Гребешок алюминиевый. О, смотри, салфетки бумажные для гигиенических целей. Это надо мне. Буду жопу вытирать на толчке. Опа. А это чего? О, новые иглы в коробочке швейные. Балдеж. Хорошие, видимо. Такое я возьму. Опа. О, так вот она. Так, гребешок берем. Вот эта бритва. Вот, видимо, насадки к этой бритве. Ну да. Вот такая бритва. Вот вставляется, ребят. Офигеть. Какая-то советская. Или нет. Нет, она американская, наверное. Какой бренд, непонятно. АК написал. АК DDR HS4. Короче, вот столько она стоит. Ну, блин, столько насадок я к ней нашел. Возможно, она вообще какая-то топовая и дорогая. Я еще проверю. Надеюсь, рабочая. Ну, это топ. Сейчас поищу, может, еще насадок найду. Морская соль. Природная морская соль для ванны. Это мне как раз надо. У меня ванна есть. И я туда эту соль засыплю. И буду балдеть. Помоечка снова мне дарит релакс. Но уже не в Питере, а в Сочи. В Ребятке. Это кайф. Кстати, ключи как будто от наручников. Кормилица. 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 Помоечка дарит баньку в помоечке. Но баки повывозили. Да тут вообще голяк. Ребят, вы сейчас офигеете. Вот. Раз пакет с мусором. И два. Это мой мусор. Это я сейчас выкину. Я сейчас в чистой одежде. Просто вышел выкинуть мусор. И зацените, что я тут увидел. Вот прям вот так вот торчит, ребят. Падла. Охренеть. Ребят, это клавиатура от Apple. От Apple. Оригинальная. Качество офигеть. Ребят, это клавиатура от Apple. Просто торчала из бака. Это Сочи, ребят. Я, ребят, не планировал сейчас ничего искать. Но я просто в шоке. Я аж пернул. Я сегодня целый день лутался. И никакого айфона ничего не нашел. А тут просто вышел выкинуть мусор. И нашел клавиатуру от Apple. Ну и такого мишку нахер нужен. Братва, пришел домой. И сейчас буду проверять клавиатуру из помоечки. Вот, я ее подключил уже. И BluePub ее видит. Вот она. Так, получается, нажимаю подключить. Идет подключение. Для подключения этой клавиатуры введите эти цифры на клавиатуре. Нажмите клавишу Enter. Типа так. Сейчас мне надо двойку нажать. О, опять двойку. Восьмерку. Девятку. Единичку. И девятку. И Enter. А Enter тут, походу, и не работает. Из-за этого выкинули ее. Как бы все цифры я нажал, вот эти вот на клавиатуре. А Enter не работает. Может быть, ее как-то почистить, надо разобрать. Не удалось подключиться. Попробую еще разок. Ну, индикация вот тут работает. Как бы клавиатура включена. Так, 6, 3, 8, 8, 4 и Enter. Падла, Enter не работает. Короче, можно, в принципе, ее продать в таком состоянии. Но не задорого. Наверное, за тысячу или полторы тысячи рублей. Ну, а сейчас я пойду на эту кормилицу и разорву ее полностью. Несмотря на то, что уже почти 10 часов вечера. А знаете, почему я решил пойти? Да потому что вот такие клавиатуры от Apple идут в комплекте с iMac'ами. Возможно, там где-то есть iMac. Вот за этим я сейчас и пойду. И залутаю там еще одну пониже чуть кормилицу. Вот эта помойка, где я мусор выкидывал и нашел клавиатуру. Сейчас я тут хочу аккуратненько все осмотреть на наличие еще дорогой техники. Опа. Нифига себе, какие перчаточки. Они, они порванные. Я бы их себе оставил для кормилицы. О, картина. London, the capital bridge. Ну, она, видите, вот тут выпухлая. Наверное, не купят из-за этого. Ее только заклеивать как-то. Ну, а вообще она целая. Я, может быть, ее возьму. Так, еще одна мягкая игрушка. Пингвиненок. Охренеть, лев какой здоровенный. Ну, игрушек тут реально дохренища. Эх, ребят, думал, тут найду iMac какой-нибудь или еще какую-то технику от Apple. Но, кроме большого количества игрушек, я здесь ничего не нашел. Ребят, я хочу, чтобы вы это увидели. Сегодня 18 января 2022 года. Зима в самом разгаре. Ну, вы посмотрите, что вокруг меня происходит. Светит солнышко и все зеленое. Такое чувство, что за окном лето. А вот там вдали можете увидеть большую гору. Не знаю, что за гора, но она красивая. Оу, майк, верюбл. Ребят, тут вообще суперкрутой дом. И помоечек очень много. Я думаю, что здесь что-то должно быть по-любому. Ну, вроде бы многообещающие помоечки. О, сходу блок питания для ноутбука. А нет, даже для какого-то современного ноутбука на Type-C. Интересно. Это уже радует. Надеюсь, что он рабочий. Но вот этого провода в комплекте нет. Это, конечно, плохо. Ох, кто-то что-то оставил мне. Осетинский пирог. Ля. Слушай, вроде он свеженький. Ну, аккуратненько поглядим. Такой или нет? Ну, я думаю, он нормальный. Плесени вроде нет. Хорошенький. Тут бы плесень уже была. Кстати, тут, возможно, есть, ну, когда дата. А, нет, нету. Ну, это по твоей части как раз тебе пирожок, по-моему, захалуешь. Всегда, пожалуйста, помойка кормит. А когда кормит, грех отказываться в рыбетке. Так. О, одноразочка. Ошкуди. Или чего? Не ошкуди. Блин, ну, вот в Сочи я реально не знаю, где их продавать. Думаю, все-таки возьму. Так, протру чуть-чуть. Может, на барахолке местной кто-то и купит. Не знаю. Для теста возьму. Я их просто всегда беру. Я их вот, ну, не могу не взять. Мне их жалко не брать. Чё это было? Селфи-палка. Опа. Прикинь, телефон нашёл. Экран целый. Хуавей. Смотри, чё с ним произошло. Батарея вздулась. Жесть. Его чуть не разорвало. Из-за этого выкинули. Капец. Ну, он реально взрывоопасный. Даже его стрёмно брать с собой. Надо будет его разобрать и батарею достать. Тут, по сути, походу, батарею надо только заменить и всё. Он даже может сейчас включиться. Хуавей какой-то бюджетный, ребят. Ну, в принципе, экран самое главное целый. Думаю, батарею заменить и будет работать нормально. Его за тысячи полторы уже продать можно вообще на изи. Ну, без батареи снять её. Охренеть. Даже чехольчики есть у ребятки. Сказка. Вот это вот мы неплохо так заехали. Блин, тут топовый дом. И кормилицы радуют. Вот лучше б сдулся какой-нибудь топовый смартфон. Может, айфончик там какой-нибудь. Одиннадцатый. Хотя бы. Было, в принципе, получше. Но уже неплохо, ребят. Не буду особо губу катать. Опа. Да ну нахер. У меня сегодня какое-то везение. Делин какой-то роутер шляпный, конечно. Ну, пойдёт на халяву. Смотри, сколько всего. Горелочка, да. Баллон только вставить. Может, даже работает. Чё ещё? Провода, ребят. Медь. Медные провода. Кто-то, я смотрю, тут какую-то болгарку разбирал. Столько проводов, ребятки. Зарядка для телефона Sony Ericsson. Охренеть. Только она поломанная. Медяшечку берём. Как медяшечку не взять, ребятки? От меди сложно отказаться. Особенно, если она в таком количестве. А это, походу, выкинули с ресторана. С дресторана это выкинули. С дресторана. Ой, роганина всякая там. Покушать нету. О, бобы. Чуть-чуть бобов, ребятки. Пару бобов. Фасолинки. Люблю фасоль так-то варёную. Какие тут баки удобные, ребят. Я в шоке. Они реально кайфовые. О, печенюшечки, шляпанцы. Шляпанцы нормальные. На вид аппетитные. Опа. Кедики. Женские зары. Тридцать шестой размер. Так они вообще так-то целые, вроде бы. Ну, просто грязные. Они даже прошитые, братва. Нормальные кеды. Их только отмыть надо. Блин, я подумаю, брать их или нет. Потому что тоже не особо хочу заморачиваться. Там что-то отмывать. Подошва целая. Всё окей. И просто вот кто-то их, блин, запачкал, впадлу. Мыть их стало. И выкинули, взяли. Ну, пахнет, пахнет неплохо. Осетинский вот этот пирог. Он слегка подзасох. Но вишенки. Вишенки добрые. Хороший пирог. Даже греть не надо. Потому что он из помоечки. Это первая еда, ребят, которую я ем в Сочи. Те официально заявляю, что сочинские кормилицы меня теперь кормят. Ой-ой-ой, ребятушки. В этом ЖК огромном ещё кормилицы присутствуют. И они меня очень интересуют. Я думаю, тут точно что-то будет. Ну что ж, приступим. Не будем тянуть кота за яйца. Сразу вижу футболочку огненную, ребятки. Правда, она, походу, женская. Ну такая ничего, огненная реально. Так, это с ресторана. Тяжелая. Ребят, походу, конфетки. Да, просроченные, правда. Видите, шоколад побелел. Это признак того, что они просроченные. Но главное, чтобы червячков не было. Так, а что у нас по сроку годности? До 17 февраля 22 года. Нормальные ещё. Ещё можно поесть. Балдёж, ребят. Сануар какой-то бренд. Лаваш уже устал, бедный. Помер. А, нифига себе. Марго. Из какого-то магазина Марго пакеты. Я уж подумал, что там какой-то ноутбук. О, пицца. Люблю пиццу. А это не пицца. Я тут что-то непонятное отрыл. Что-то пригоревшее. Пицца или чего это? Что-то пригорело. О, удлинитель. Удлинитель вот это в хозяйстве пригодится, конечно. Сказка. Новенький как будто. Опа, картоха. А не. Да, гнилая. Лампа. Настольная. Сказка. Так, ну, окей. Нормальная лампа. Настольная. Чистенькая такая. Ого, сколько орехов. Это ж, блин, грецкие орехи хорошие, походу. Шампионы. Ой, блин, думал, еще один телефон. От айфона чехол. А где айфон? Есть он там? Вдруг найду. Чувствую, что как будто он там есть. Не знаю, как объяснить это чувство. Ну, тут сытные апельсинки. Еще живые. Так, одна нормально. Это подгнившая. О, еще одна хорошенькая. Люблю апельсинки, ребят. Цитрусовые с помоечки. Вот это кайф. Уже, ребят, четыре хорошеньких апельсинки. Вот это хачапури тоже пойдет. Вход в желудок пойдет на переваривание. Огурчик. Это лечение геморроя. Это мне не надо. Чебупелечки. Запечатанные чебупели. Яркий вкус сыра чеддер. Обалдеть. Вот это балдеж, ребят. Нихера себе у них срок годности. До 23 июня 22 года. Чебупелечки. Целая коробочка. Вот это балдеж. Я уже столько еды набрал. Мандаринки, апельсинки. Чебупелечки. Конфетки. Как бы тут и первое, и второе, и витаминки, и десерт. Все с помоечки. Потому что она радует, балует и кормит. Варенички. Опа. Варенички. Люблю вареники. Только женские люблю. Ребятки, я не мог устоять перед ними. Поэтому сейчас я буду вот это вот, апельсину эту, дегустировать. Я думаю, в ней достаточно витаминов, чтобы я сегодня бесился на помоечке. Сочная. Одобряю, ребятки. Балдеж. Как? Кайф. Ну, чебупели это ты себе бери. И конфетки. А вот это вот, надо понять, что это такое. Замерзшее оно или что? Подзажарилось оно. Это сыром, да? Сверху вот сыра многое вижу. Пахнет сыром и подзажаристым хлебом. Ребятки, ставьте лайки. Обязательно. И подписывайтесь на мой канал. Извините, ребят, мы только подъехали, я сразу вижу, тупо компуктер стоит в ребятке. Тупо компудактер, компуктер тупо стоит, нас ждет в ребятке. Балдеж. Так, а что по характеристикам? Ну, боксовое охлаждение вижу. Блок питания шляпный. Память дидер вторая. Наверное, на 1 гигабайт. А, на 2 гига. Это, материнская плата Silent PP какой-то. Ну да, дидер вторая, 1200, 1066. Скорость этой оперативной памяти. Жесткие диски подоставали. Ну, тут, наверное, какой-то, блин, этот пенек какой-то стоит здесь. Шляпный компуктер. Но зато в нем много USB выходов. И он бесплатный, с помоечки, поэтому это сказка. Это пушка-гонка в ребятке. Просто балдеж. Теперь как его вести, вот это вопрос. Но это первый компьютер, который я нахожу в Сочи. Так что сезон компьютеров в Сочи уже открыт, ребятки. Балдеж. Помоечки в Сочи дарит гейминг. В принципе, на этом компе, я думаю, запустится какая-нибудь КС'очка 1.6 или GTA San Andreas по-любому пойдет. Ну что, нормальный Zendon 39. Целые? Нормальные? А что? Сапоги не взять такие, блин. Да это, мне кажется, грех. Целеньких они. А, да, целые. Тоже заберу. Так, что покормилицем? Похоже на вынос хаты. Какая шляпа. Шляпа какая. Кавалерская. Old Spice. Ммм, да там еще есть. Вот это мне не надо. Это для подмышек. Это налито. Летом очень сильно пригодится. Летом подмышки тут будут меня потеть. Oh my god, это как Демис. Чемоданчик. Вот это интересненько. Есть тут чего? Он пустой. Ну, относительно живой. Нормальный целый чемодан. Только вот ручку приделать как-то и все. Так-то целый. Пойдет. О, еще один. Приятный бонус. О, там что-то есть. Анбоксинг чемодана. Или он сам по себе такой? Не-не-не. О, чувак, там что-то есть. Опа. Что это? А, это от телевизора. Кронштейн. Подставка как бы от телевизора. Нижняя часть. И драный ремень. Все. Вообще, если понять от какого телека эта подставка, то ее можно продать. Серийный номер. Вот тут LED 4655. По поводу подставки не знаю. Но вот этот чемоданчик вообще с легкостью можно продать. Бренд Redmond. Его с легкостью можно продать в интернете. Он вообще целенький, ребят. Хороший чемодан. На изи продать можно, короче. Я думаю, за полторы тысячи рублей. Вообще целый. Молния целая. Блин, он мне самому надо очень. У меня, короче, два чемодана. Вот я приехал в Сочи с двумя чемоданами из помочки. Один уже наладом дышит. Ну, он, конечно, бюджетный. Но он целый, самое главное. И в большой вместительный. Надо как-то забирать. Его как-то надо. Так. Что тут у нас? Опа. Что-то есть вот тут в пакете. Чехольчик. От Самсунга. О. Кепочка. Red Bull. Racing. Formula One The Team. Puma. О, оригинальная Puma, кстати. Ну, она такая подушатанная, конечно, жесть. О, бабосики. Вот это деду надо. Сувенирная продукция. Блин, падла. Я уж хотел обраду. Ой-ой-ой. О, не. Он очень древний. Белый, видите, побелел. Пикничок. Блин, люблю пикник. Годен до 21-го, до 26-го ноября 21-го года. Ребятки, ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь на мой канал. О, кормилица. Проводки, чуть-чуть меди. Ой, бля, ты чё так пугаешь? Капец, я испугался, пёсили. Да вы добрые. Добрые есть и хотят. Покушать бы, да? О, бля, тебе куртка для помойки. Адидас? Чё, Орик, что ли? Кстати, похоже. Да, вроде Орик. Орик, точно. Какой-то рюкзак. Ого, он тяжёлый. Прикинь, в нём тупо медяшка. Это же этот, блин, обмотка. Это какой-то электродвигатель был вообще. Это стартер, может. Так, можно отложить. Это источник меди. О, прикинь, головки. Охренеть. Тупо головки для этих, для ключей хорошие. Собаченьки хотят, чтоб я их подкормил чем-то, да? Пёсили. Но если сейчас будет еда, то я вам дам. Опа, изики, изи-бусты. О, порванные. О, сапоги. 41 размер. Целые вроде. Тупо резиновые сапожки. Можно взять на продажу. О, Адидас. Прикинь, Орик. Адидасовская футболка какая-то. Футбольная. Журавлёв. Краснодарский край, ребят. Что за футболист журавлёв? Тупо Адидас, ребят. Орик. Вот это можно взять. Что с собаком? О, косточки. Хрящевидные. Пёсили. Хрящевидные. Из помоечки. Вот. Мясные. Мясовидные. Помоечка кормит. Я так и знал. Охренеть. Да тут тупо мясо. Тупо, ребят, смотрите, мясо нормальное. Собачки. Пёсили. Неа. Неа. Вот это вообще топчик. Иди сюда. На. Ой, это лапы вообще. Лапы куриные вроде бы. О, тут вообще жира до хера. Это вообще баранина. На, это тебе. Самый сытный кусок. Коробка вешалок. Нихера себе. Это из магазина. Кто-то магазин прикрыл, походу. Их вообще так-то продать можно. Где-нибудь на авито там выставить целый ящик. Это там, знаешь, типа по 20 рублей за одну. И тут сколько? Тут тысяч на 4, на 5 тысяч этих вешалок. Это тупо продать на изи можно. Тут ещё эти размеры указаны. Вот. Штучки вот эти. Ну это надо забирать и оптом продавать. Рыба вяленая. Охренеть. Да тут собаки вообще. Сейчас будут кайфовать реально. Я им эту рыбу... Блин. Зацени какой кусок. Это копчёная рыбка. Ня, черныш. Не знаю, были вы ли вы. Не знаю, были вы. Не знаю, были вы ли вы в Сочи. Но мне здесь очень понравилось. И я бы хотел приехать в Сочи снова. Залутать местные кормилицы. И конечно же отдохнуть. Постараюсь приезжать сюда пораньше. Почаще в смысле. Да. Походу мне пора идти спать. Всем спасибо за просмотр. И помойка кормит.